а мужики всем привет в общем смотрю видос про гайку зашел удлиненную на 14 в том видосе я ошибся сказал на 12 ну те кто в теме те сами меня поняли и без этих цифр гайкой да гайка в общем делаю гидробак чищу сейчас внутри вот эту половинку одну почистил заливная горловина будет вот такого плана это вот крышка с нее резиночка вот лежит но вот эта заливная вместе с крышкой были так ушатанной коррозии что просто капец но это еще как-то вычистил при помощи вот таких щеток мелких до маленьких для шуруповерка вот такая вот и соответственно еще вот такого плана но вот с крышкой дело да немножко посложнее но у меня знаете все просто сейчас покажу еще один лайфхак который применяется не только вот для вот этих вещей но и для очистки коробок я не знаю да всего чего угодно куда не подлазят обычные такие вот даже даже вот вот такие вот щетки не подлазят а хочется быстро и чисто короче давайте покажу а там уже смотрите сами надо вам это или нет ну и что для этого всего нужно а всего лишь навсего старый тросик с ручника некоторые их выкидывают обрезают с моста выкидывают как металлолом а я эти вещи не выкидываю никогда я их собираю кожуха выкидываю они без надобности а вот эти вещи очень даже нужны и вот из этого троса получается обалденнейшая щетка по металлу такая которая залезет в любую щель туда куда даже ничем и не подлезешь тросик он двойной верхняя плетка замотана в одну сторону вторая внутренняя плетка замотана в другую сторону поэтому он такой и жесткий впрочем сейчас сделаем щеточку я значит завариваю ставлю точку сваркой завариваю край тросика для того чтобы когда его отрежу чтобы он не рассыпался впрочем сейчас зажму в тисы покажу просто точка которая схватывает все жилки включая внутреннюю все отрезаю сейчас сколько мне нужно сантиметра три наверное этого будет достаточно и никуда она не рассыпалась в то время когда вот здесь трус разломатился все теперь обычный шуруповерт зажимается шурик получается обалденнейшая жесткая щетка по металлу впрочем сейчас мы чуть почистим ей мужики допустим к примеру до какой-то сваренная угловой вот такой вот конструкция да куда не подлезешь ничем в элементарно просто становится они не знаю на поменять не атак место на щетка становится у вас запросто вычищает шлак и все остальное она может вот так вот да раскрутиться где там не вижу камеру он поменять вращение на закрутиться другую сторону шлак отлетает ладно это один момент другой момент покажу на примере вот такого грязнючего нш 10 до который имеет такие ребра жесткости в принципе как и на коробке да как и на раздатке и всему остальном есть некоторые вот такие даже узкие можно конечно взять отверточку там ножичек там тряпочку также можно взять химию все это обработать обмыть но не всегда самые такие засохшие застарелые вот такие вот вещи которые кусками это пыль прессованная отъедает химия поэтому только механика может элементарно просто смотрите самая узкая беру этот ребро в обратную сторону чтобы щетка раз лохматилась стала пошире видно там камеру опустить чуть-чуть куски просто отлетают это так на скорую руку покажу понятно да пассатижи зажимаются щетка становится тонкой вот такие вот дела смотрим еще вариант другой на самом деле я заготовил их чтобы показать еще три новеньких да а так у меня по большому счету вот чтобы их истереть это нужно капец сколько времени три штуки ставится вместе шуруповерт и зажимается делается щетка пошире будем так говорить да видно как они стали длину можно делать абсолютно любую но мне комфортно работать вот так ну чуть достать их слишком я их засадил была вот такая стала вот такая где у нас тут погрязни уже и вычистил и и и и И я думаю видно, да? Сюда точно ничем не подлезешь, пробуем. Смотрите, как вычищает. Смотрите. А остальное все можно почистить большой щеткой. Я думаю, так же можно использовать их и по отдельности. Главное, что они не рассыпаются. Как-то так. Так что, друзья, вот такое простецкое решение, куда применять щетки эти, сами уже решайте. Но вещь обалденная. Жесткая. А если и захматится, то из одного троса можно, наверное, не знаю, сколько их наделать. Хватит, наверное, на весь год. Вот такие дела. Ладно, на этом будем заканчивать видос. Итак, длинный, наверное, получился. Особо сейчас снимать нечего. Поэтому, может быть, какие-то короткие моменты буду выкидывать. Так что, не судите строго. Вот. Как-то так. Всем пока. С вами был Санек. Если лайфхак полезный, обязательно палец вверх и обязательно комментарий. А тем мужикам, кто еще и дублирует комментарии на Дзен канале, блин, вообще респект и уважуха. Субтитры создавал DimaTorzok